И показываем еще один ролик, как прививать на дикую растущую яблони. Вот мы привили. Надо, чтобы совпали опять слои под корой, где течет сок. И обязательно почечку на внешнюю сторону, чтобы пошли веточки вот здесь. Потом мы снова делаем крепко-крепко обвязываем изолентой. Я всегда стараюсь использовать черную ленту, потому что она лучше нагревается, то есть тепло здесь для череночков, и они лучше приживаются. Как-то вот так. Хотя можно любой пользоваться, кому что нравится. И потом, как снимать, еще я тоже расскажу, как снимать вот эту обвязку. Если вы на следующий год это будете делать, и она не поддается, то есть прилипла очень хорошо, просто делаете опять ножичком надрез, вот так, и потихонечку снимаете. Снимите, если даже чуть-чуть кора как бы отойдет, верхний слой, то промажете садового вара сверху, и ничего не будет, то есть будет все хорошо. Все получится так, как надо. Вот. Ну и вот так вот опять же здесь замазываю все. Вот. Сверху, чтобы никакая влага туда ничего не попала, и эти череночки приживались. Вот таким вот образом все это делается. Продолжение следует...